Не так давно эти колонны-реакторы проделали огромный путь по морям, рекам, суши 25 тысяч километров. Чтобы доставить их на завод, пришлось построить причал, привлекать иностранных специалистов. Уже тогда нестандартные технические решения поражали размахом. Оказывается, это был не предел инженерной мысли. У каждого процесса есть свои особенности. И там была длительная подготовка, и здесь была длительная подготовка. Условно, там оно было рядом с землей, вроде бы контролировалось. Здесь подъем, технически, конечно, это операция, она более сложная. Но каждый процесс по-своему сложен. Каждый из колонн весит порядка 860 тонн. Поднять вертикально, установить – однозначно задача не из простых. Специалистам завода не впервой приходится принимать такое массивное оборудование. Но с подобным весом инженеры столкнулись впервые. Вновь на помощь пришли голландские специалисты. Представьте, кран нефтеперерабатывающего грузоподъемностью 650 тонн помог вначале монтировать голландскую технику. Ее грузоподъемность – 1250 тонн. А после они вместе поднимали реакторы. Огромные машины выполняют, можно сказать, ювелирную работу. Отклонение минимальное. Расчетное время поднятия одной колонны – более пяти часов. Прошлый подъем, первый подъем, он шел практически весь день. Была небольшая отработка, есть нюансы при каждом подъеме. Сейчас идет первая стадия – это вывод реактора в вертикальное положение, которое выполняется двумя кранами. Первый реактор поднимали, это было порядка двух с половиной часов. Дальше уже идет вывод реактора на монтажную позицию и установка его на анкеры. Процедура может занять, мы говорим, часов пять-шесть. Но есть еще ряд вспомогательных операций, в которых кроме вот этого тяжеловесного оборудования, крана, еще участвуют, например, альпинисты. Которые должны подняться наверх реактора и отсоединить как крюковую часть, так и разболтить фланец для его перестановки на дальнейшем монтаж. Эта процедура, ну, она еще несколько часов занимает. После окончательный монтаж. Установка гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков начинает вырисовываться. По сути дела, это сердце установки. Здесь проходит основная реакция гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, после которого уже идут процессы разделения. По сути, здесь они, эти тяжелые остатки, гудрон, тяжелые остатки превращаются уже в те светлые нефтепродукты, которые после дальнейшей обработки поступят в товарные резервуары. Это самый дорогостоящий инвестиционный проект в истории мусорского нефтеперерабатывающего. Для его реализации потребуется более миллиарда долларов. Но эти затраты позволят вывести завод на новый технологический и экономический уровень. Меньше мазута, больше бензина. Такого эффекта ожидают специалисты отвода новой установки. Предварительно ее пуск запланирован на 2017 год.